Это, наверное, самые красивые вещи мои. Это плато? Или что это? Это накидка на кресло, где я вяжу. Затейливые подстилки на стуле, накидки для кресла и дивана, коврики на пол. Это только маленькая часть того, что можно увидеть в доме у Глузы Мирфайсаловой. Повсюду оригинальные сувениры, самодельные игрушки и картины. У любого, кто приходит к ней в гости, дух захватывает от такой коллекции. Спицы и моток ниток в её руках с детства. Я вижу, конечно, уже с 15 лет. Как учила, уехала на учёбу после восьмилетней школы в медицинский училище. Отец меня очень любил. Вязать? Нет, вообще любил он меня очень. И я решила связать ему кофту, когда уехала на учёбу в Мензелинске. Я очень далеко училась. Приезжала 2-3 раза только в год. Может, после этого начала очень сильно много вязать. Вот как отцу свитер связала. По словам пенсионерки, за любимым хобби время пролетает незаметно. Да и увлечение хорошо помогает в релаксации. Это она уже, как медик, заявила. Более 40 лет Глуза Фатихова натрудила в системе здравоохранения. Главные ценители её творчества – это близкие. Для сына зимой тёплый свитер, для дочки шаль, внукам носки и игрушки. К последнему у мастерицы особенная страсть. Каждый год на её полке появляется новый герой. Каждый год вяжу знаки зодиака вот это по годам. Вот пырица с петухом. В этом году? Ну, этот год ушёл. Ну, в смысле в этом году? А в этом году год собаки. Вот так вы связали, да? Вот обезьяны, вот овечки. Год барана. Каждый год что-то вяжу вот такие. Макраме, алмазная вышивка, вязание крючком в стилях попкорн и мозаика. Идеи берёт из интернета, но в каждую вещь Глуза Мирфайсалова добавляет что-то своё. Мастерица работает в разных техниках. Недавно увлеклась новым видом ковровой вышивкой. Я начала вот ковровой вышивкой. Девчонки начали говорить, я говорю, ну давайте, говорю, научимся. Ну, конечно, это слишком дорогое удовольствие. Иголка только для этого стоит 600 рублей для вышивки. А как долго делается такая вот ковровая вышивка? Вот это очень быстро делается. Я за два вещи разделала вот это. Очень быстро делается. Ну, у меня принцип такой. Раз я начала, мне надо заканчивать. Эти уже давнишние у меня. Вот эти коврики мы с девчонками сам вязали все за один год. Кто-то одно увидит. Ну, у меня принцип такой. Если я увидел что-то, мне надо это обязательно связать. Но я вяжу всё на свой лад. Представлю, как мне надо. То есть не с интернета? Нет, ну, в интернете я их вижу, но я переделываю на свой лад. Талант Глузы Фатиховны известен и за пределы её деревни. Нередко люди просят продать им вязаные игрушки и ковры. Но художница не продаёт свои произведения принципиально. Она создаёт их для души.